Добрый вечер! Вы смотрите программу «В Якутии в деталях» в студии Надежда Саханская. Нашу республику смело можно назвать одним из самых креативных регионов нашей страны, потому что нам есть чем гордиться и есть что показать. Единственный на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал Труда» готов презентовать свои уникальные продукты и новые проекты. Сегодня мы с гостями нашей студии как раз таки обсудим креативную экономику, как она развивается у нас в регионе и какие планы у тех, кто как раз таки занимается этим сектором у нас в регионе. Здравствуйте! Здравствуйте! Вопрос первый будет такой общий и носит он скорее всего характер рассуждения. Как вы считаете, что вообще включает в себя понятие креативная экономика? Есть определение. Мы создаем что-то из ничего. То есть у нас нет какой-то базы, мы не добываем что-то и потом перерабатываем или приобретаем, а потом перепродаем. Мы создаем что-то из головы. То есть получается здесь от слова create создавать? Конечно. Но я бы называл это все творческая экономика. Почему мы используем слово креативная? Ну, креативная, она такое больше про бизнес, а творчество это творчество. Вот давайте тогда перейдем к примерам касательно вашей деятельности. Вы основатель дизайн-студии Сулус Чан. Как появилась ваша студия? Чем вы занимаетесь? Ну, я работал дизайнером очень долгое время. И потом работы стало много. Я один, не справлялся. И нашел человека, потом нашел второго. И так как-то это люди вокруг образовались. То есть это собрание единомышленников, которые сейчас делают что-то общее? Единомышленники. Ну, можно и так сказать. Это не творческая группа. Это студия, где я руководитель. То есть я одновременно являюсь арт-директором. Я утверждаю проект. Но на текущий момент, так как я полгода отсутствовал, руководителем стал мой старший дизайнер Александр Асхарова. Скажите, а в чем разница между творческим объединением и студией? Значит, есть какие-то особенности? Ну, творческое объединение это же как бы коммуна. То есть собираются люди и что-то... У нас можно назвать квартал труда коммуны. То есть мы собрались, мы что-то делаем, мы продвигаем нашу креативную экономику. А студия это студия, это диктатура. Это нельзя сказать, что это демократия или коммуна. Это диктатура. Диктатура арт-директора, который ведет проект. Но при этом это не отменяет того, что любой из сотрудников может стать арт-директором и вести проект самостоятельно. А основные будут ему подчиняться и его мысль, так сказать, воплощать в реальность. То есть получается у арт-директора появляется какая-то идея и все ее... Не какая-то. Мы не художники. Мы не можем просто что-то делать. И у нас есть задачи, у нас есть заказчики, которые дают нам задачу. Мы задачу решаем. Соответственно, нельзя сравнивать дизайнер с художником. Художник, он свободен, он может придумывать и ваять. А мы не можем просто так что-то из пустоты взять и предлагать. Вот давайте покупать. Ну, сейчас мы этим занимаемся, конечно, но... При этом мы выполняем всегда задачу. И задачи разные бывают. Давайте познакомимся и с другими гостями нашей студии, тоже резидентами квартала труда. Прокопий, вы основатель приложения МОСТ. Расскажите немножечко о своей деятельности. Мы изначально делаем большой проект, в котором будет собрано большое количество сервисов, улучшающих жизнь для жителей и для бизнеса. Здесь сейчас собраны, получается, у нас афиши города Якутска, собраны маркетплейс и подарочные сертификаты. Все в онлайне. Можно купить билет, можно купить товар и подарить сертификат. Также будем объединять другие сервисы. Это вакансии, мастера. Все в одной платформе. Что бы хотел сказать, что сейчас мы выходим в регионы, в Улусы. И билет к кино, и на концерт можно будет купить уже не только в Якутске, но и в Усалдане или в Чуракче. Вот это все можно будет приобрести в одном сервисе. Это приложение отслеживает геопозицию или надо заходить во вкладку афиши? Да, сейчас это вкладка афиши, как вы сказали. В последующем это геопозиция. Геолокации уже будет внедрено. А маркетплейс каким образом устроен? Маркетплейс это партнеры, продают свои товары или услуги. В основном это сейчас только товары. И вы, находясь в Улдане, можете купить товар и уже заказать самовывозом. Вы сделали очень грамотно, если мы говорим об афише, потому что там есть не только билеты в кино или в театры, там появилась графа активный отдых, мастер-классы. На вас кто-то сам выходил или вы искали творческих людей по всей республике и предлагали? Мы модерировали, полностью модерируем, находим все мероприятия и делаем в одном окне уже, формируем. Да, сейчас большое количество организаторов к нам выходят, сами уже создают мероприятия, концерты, мастер-классы и квизы. Но вначале это было так сложно, но получилось, я надеюсь, дальше и по республике тоже получится. И сейчас уже мы Тикси запустили, можно купить билеты в кино в Тикси. И ТАК тоже заходит к нам, и это будет очень хорошим сервисом для республики, для развития именно цифровой республики. То есть получается название моста, оно несколько символичное, это мост между потребителем и тем, кто оказывает услугу. Да, так и есть, но и при этом мост между нами возможен. Также вместе сходить в кино или с родственником, посмотреть, улучшить свое образование. Там есть раздел обучения, все в одном едином окне, и мост будет соединять, цифровой мост. Понятно. Юрий, расскажите, чем занимается Ваша студия Камахана? Наша студия занимается, это на самом деле многопрофильная студия, это не только киностудия. К нам может обратиться любой заказчик с любым запросом, и мы берем этот проект от креатива до самого его конца получается. Это может быть имиджевый ролик, корпоративный ролик, даже свадебный какой-то ролик, но в основном это, конечно, наши YouTube-проекты, то есть если это блогер какой-нибудь, ну и какие-то фильмы, документальные проекты или художественные фильмы. Сейчас у нас несколько YouTube-каналов, например, мы снимаем Iron Collection, то есть блог о спортивной жизни в Якутии. Мы снимаем, помогаем с монтажом и некоторых съемках Galaxy Max, ну это уже известные по всей республике блогеры, которые у нас работают, с которыми мы работаем, да. Ну и, допустим, есть еще блогер, который работает с международной аудиторией, это Кюн Нейбосикова, Кюн Би, который вещает о Якутии на английском языке для международного зрителя, да, получается. Ну и недавно мы запустили уже полностью свой канал, то есть уже от начала до самого конца, даже в вопросе рекламных интеграций и так далее, это Айял Страшной Истории, где любой человек, то есть это, в чем особенность Страшилок, в том, что вот мы ходим в гости к обычным людям, и они рассказывают о столкновении с мистическим, да, это могут быть либо они сами, либо с родственниками и так далее, куда приходит вот любой человек и рассказывает свои, ну вот, моменты, когда он что-то странное видел и так далее. Сейчас за месяц там подписалось буквально 12 тысяч человек уже, и каждый выпуск смотрит там по 30 тысяч человек, это уже очень хороший старт получился. Ну и документальные фильмы. Сейчас у нас в работе фильм, посвященный лесным пожарам Якутии, уже второй год снимаем. Недавно у нас вышел фильм «Суроктах», документальный фильм, посвященный поискам наскальных писанец на Колыме, большой проект получился, ну и этот проект получил продолжение еще и в этом году. Наши ребята будут в этом году показывать историю того, как якутяне начали освоение Арктического региона, да, там тоже есть своя история, свои герои, которых мы хотим рассказывать. Ну и игровые фильмы. В этом году у нас состоятся съемки и монтаж также мы в этом году планируем закончить и показать тоже к концу года первый наш полнометражный фильм, называется «Тургуту», посвященный тоже очень интересной теме, о котором мало кто в Якутии снимал сюжеты. Это шаманство, да, то есть мы хотим показать, как можно, не прикасаясь к очень мистическому и таинственному истории, которые на самом деле все боятся, но показать в популярном свете. Потому что если мы эту историю не запечатлим на камере, не покажем широкому потребителю, а этой истории, как бы, по сути, мир никогда и не узнает, в истории это не сохранится. Вот такие вот у нас проекты. В общем, все то, что откликается народу Саха. Скажите, а вот вы, ну, кроме Доры, да, вы резиденты квартала труда. Как там работается? Как налажено сотрудничество? А вы тоже резидент, простите. Вот, ну, расскажите, как там находиться в целом? Ну, находиться там очень классно. Я вот поняла это, когда вот собралась на неделю моды в Москву. Вот. Сулущан мне помог, да, там с пригласительными. Там звуковики мне помогли. Классно, когда вот все творческие люди собраны в одном месте. И это ощутила я вот как раз вот, когда собиралась сюда. Все помогли, и это классно, да. Мне очень нравится то, что я вот. И появилась возможность сюда поехать. Там то, что вот этот квартал, там то, что аренда у нас небольшая, как в центре города, да. Вот это все как бы толчок дал, то, что вот я, у меня возможность появилась ездить. Я съездила, когда вот переехала туда, я съездила и во Владивосток на форум, да, вот экономический. Съездила на неделю моды. Это вот благодаря то, что вот я поселилась туда. Ну, это очень удобно, когда все творческие люди аккумулированы в одном месте, не надо носиться по городу. А вот относительно звукорежиссеров, которые вам помогли, это вот та самая звуковая дорожка, да, когда на показе выходили девушки? Да, 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 там музыка вот эта вот, да, которая вот, это музыка всем Аркадий Лахов, да, я прям благодарна ему, да, вот. Я ему задала задачу. Нашла музыку, три разные музыки, две разные музыки. Я говорю, соедини, сделай что-то свое, говорю, вот подходящее мне. И он мне сделал, чтобы леетника была, звучала, да, вот, и он мне сделал. И все подходили, спрашивали, например, да, вот, кто, чья музыка вот эта вот. Я говорю, это наши парни якутские вот так вот такую музыку создали, говорю. Вот, всем стало интересно, например. Так что я очень благодарна, то, что я появилась там в квартале, что я там работаю, да. Ростислав, расскажите, как помогали с пригласительными? Ну, там Александра, как-то. Да, я говорю, я отсутствовал очень. Да, вы отсутствовали, да, но ваша студия помогала. Да, помогала всем, кому могла. У нас есть такое кредо, мы всем помогаем. Вот Александра как раз вот зам, которая работала, да, вот она помогла мне. Ну, надо сказать, что даже как-то приятно слышать об этом, поскольку среди творческих людей есть единение, и тут мы не говорим о какой-то нездоровой конкуренции. А потом у меня вот тоже, когда вот на той неделе в субботу показ был, да, вот у нас же на квартале, да, МОЗ тоже там объявление вытащил, что пришло народу много, да, вот именно так открытый показ, и вот благодаря, опять же, нашим кварталовским. О показе продолжим говорить и о креативной экономике тоже, после небольшого перерыва не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Вы смотрите программу «Якутия в деталях», сегодня мы говорим о креативной экономике. До перерыва на рекламу, Ростислав, вы хотели что-то дополнить? Что-то дополнить хотел, да? Да. Мы когда еще начинали, там, в 2000-х годах, в 2010-х годах, у нас не очень много людей занималось, там, кино, музыкой, дизайном, и мы все друг друга знали. Очень было маленькое сообщество у нас, дизайнеров одежды было очень мало тоже. Все знали друг друга, и постоянно ходили друг к другу в гости, там, помогали, общались. И со временем, так как народу стало много, вот эта атмосфера, она пропала. И Дима Кольцов, режиссер фильма «Черин», рядовой «Черин», он тоже резидент «Квартала труда», «Квартала труда». Мы с ним обсуждали это, и мы говорим, как раз такой вайп сейчас, вот этот вайп, который тогда еще был, когда мы все вместе постоянно что-то творили. Он возвращается. В «Квартале труда», и это очень прикольно. Да, это здорово. Дора, расскажите, вот, как прошла неделя моды в Москве? Мы в новостях о вас рассказывали, вы давали комментарии о том, что 15 минут славы того стоили преодолеть несколько тысяч километров. А вот как оно было? Ну, я готовилась к этому показу, как-то быстро все это у меня произошло, потому что заявку я поздно, они мне отправили, как бы, да, заявку я поздно отправила, да, тоже, опять же, кварталовские помогли мне с этой заявкой, с этим заполнением, да, поздно отправила, и как-то все резко так засобиралось. Месяц только у меня ушло на подготовку, столько, ну, коллекция, как бы, задумывалась заранее, как бы, я думала, что все равно буду делать коллекцию хотя бы здесь покажу, но тут такой, этот, да, шанс, и я поехала. Всего 15 минут вот это вот, то, что они проходились, вот это уходит, оказывается, так, но оно того стоило, потому что пришло очень много народу, я даже не ожидала, да, и столько вот сейчас у меня предложений от этого, да, именно вот российские, всяких журналы, там, с показами, там, например, меня уже в Казань позвали, да, вот, это вот, это вот заводит, это вот мотивирует, и хочется еще дальше, 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 да, и то, что я туда съездила, это меня не остановит, я дальше пойду. 15 минут, это классно, но эти 15 минут мне дали толчок, я дальше пойду, там, развиваться, например, да, у меня очень много идей, опять же, с кварталовскими, да, вот это вот, какие-то эти у меня коллаборации будут, я уже задумала об этом, я подойду к парням, там, что-нибудь предложу, там, мерчи какие-то делать, например, вот Сулущан, они же это делают, этим занимаются, и как раз у меня идей очень много, например, да, и предложений очень много стало, и, ну, это, опять же, благодаря вот то, что вот, сегодня мы там собрались, наверное, в квартале. А вот как не опускать руки при малейших трудностях, вы сказали, что... А, нет, нет, у меня, например, этого нету, да, я сколько лет занимаюсь, да, вот, парни молодые, я уже сколько, 30 лет я этим занимаюсь, и не было такого, чтобы я там, все, я бросаю это, нет, такого не было, я всегда иду, цель я знаю свою, куда идти, поэтому я никогда не останавливаюсь. То есть было время, когда вот аренды, да, у нас, я снимала такие огромные там помещения, да, когда я заявляла о себе, там, имя свое, там, то, все, да, это у меня было, да, я там на аренде прогорела, но, тем не менее, я не остановилась, я сняла более маленькое помещение, меньшее помещение, потом мне, вот сейчас вот как раз квартал, вот туда я переехала, и все, пошло-поехало, так что я никогда не остановлюсь, и, надеюсь, продолжение тоже будет, у меня дочка растет. Да, вот касательно помещениях, Прокопий, 300 квадратных метров. Да, 300 квадратных метров, мы искали большое количество, получается, площади, и мы рады, что в квартале труда они есть, и можно, потому что проект создается большое количество людей, наш проект, мост, и нам важно быть рядом, друг с другом сидеть, работать и коммуницировать, и решать вопросы для того, чтобы приложение всегда работало. Сейчас у нас сейчас наверху должен быть открыться балкон для всех, кто есть для резидентов квартала труда, дальше будем облагораживать и улучшать. Спасибо Наталье, спасибо, потому что очень поддерживает, всегда как вторая мама, если что-то спросишь, она всегда ответит, и есть такой хороший эффект от этого, потому что мы становимся сильнее и лучше. Да, развитие все равно идет, да, это команда, когда команда есть, все равно одна команда же получается, ну да, это очень круто. Я еще хотела спросить у Юрия про название студии, вы, наверное, очень творческий человек, почему называется студия Камахана, и что скрыто в смысле названия? Мы очень долго думали над названием студии, на самом деле, у нас история большая, мы больше пяти лет назад, но у нас это история дружбы между обычными ребятами, студентами, да, и вот один из наших ребят еще давным-давно со школьной скамьи, как говорится, со своими друзьями основал дискорд-канал, ну, молодежь знает, что это такое, и вот там откуда-то просто из неба взял вот это вот название Камахана. В чем смысл? Это они потом его наполнили смыслами, потому что нигде, ни в каком алфавите, ни в каком вот, ни в каком языке перевода этих слов нету, но смысл такой, что они создают миры и наполняют их своими сюжетами. Вот, а мы потом еще покопались, где можно какую-то связку найти и так далее, да, и в итоге нашли то, что вот, на самом деле, это очень сильно отзывается к Центральной Азии, к нашим корням, к скифам, к саксским народам, а также вот с кыргызами, с казахами и так далее, да, Кама, это, оказывается, это про креатив тоже можно сказать, и Хана, это обычно какие-то пространства, какие-то помещения, да, но вот если говорить про креативную площадь, креативное пространство, это как-то мало, а вот история про то, что мы создаем миры и наполняем их смыслами, это, по-моему, про это, про Кама Хана как раз. Ну вот если говорить о фильмах, хорошо, когда есть сахафильм, да, фильмы, снятые за счет государственного бюджета, а как бы тем, которые, вот, ну, что называется, на голом энтузиазме работают? На самом деле, кино, это не про голый энтузиазм, это факт, да, любое кино, любое видео и так далее, это дорогостоящая вещь, ну, дорого в том числе, и вы, наверное, знаете, да, сколько там ценники, какие они высокие, поэтому для того, чтобы кино было, отвечало требованиям рынка, нужен системный подход, и мы видели анализ рынка, видели то, что на самом деле студий, агентств, которые могли бы отвечать требованиям заказчиков, их очень мало, да, и единственная такая студия, это сахафильм, и следующие, это те, кто занимается много чем еще, да, поэтому мы подумали, что мы можем стать вот студией, которая могла бы отвечать всем требованиям заказчиков. Про энтузиастов, про авторское кино, к сожалению, у нас в Якутии идет перекос на именно вот авторское кино, у нас фильмы крутятся вокруг режиссеров, и часто забывается опыт, не опыт, а внимание уделяется мало, как так называемой дистрибуции, продвижению фильма, продажи фильма, куда, как дойти до не только зрителя российского, но и до международного зрителя. У нас часто просто в голове какая-то идея родилась, сняли очень качественно, очень хорошо смонтировали, сделали, но мы с ним в оригинальном масштабе, и запустили на республику, и на этом все. На самом деле у нас в Якутии есть фильмы, которые и раньше снимались, сейчас, допустим, это фильм Марианны Сеген, она делала «Итчи», который очень замечательный фильм, это один из моих самых любимых фильмов, я думаю, это чуть ли не голливудский фильм, очень универсальная история, понятная западному зрителю. Но в свое время этот фильм вышел, и Марианна Сеген, это, конечно, сейчас она имеет большой масштаб, а в то время, если бы этот фильм получил адекватную нормальную дистрибуцию, этот фильм выстрелил на международном уровне, я так считаю. Сейчас вот выходит 11 апреля фильм «Карина», посвященный истории девочки, которая заблудилась. Карина Чикитова. Да, и как раз-таки там уже наоборот идет, да. Сначала мир посмотрел этот фильм, мир посмотрит, и потом республика. И мы считаем, что сейчас вот наступило время, когда нам надо обратить внимание на все это, на создание экосистемы производства кино, начиная от того, как нормально актеров подобрать, продюсеров, менеджеров, сейчас потом их как кормить на площадке, да, заканчивая тем, как их одевать на площадке, и потом как распространить этот фильм, как сделать нормальные афиши и так далее, как прокатиться, и потом на фестивале и так далее, да. Экто-экосистемы, к сожалению, до сих пор не существует. И мы думаем, что креативный кластер, вот этот вот кластерный подход, который был впервые внедрен в квартале труда, может стать вот хорошей опорой для того, чтобы вот мы смогли объединиться и сделать вот настоящую экосистему якутского кино. Прокопий, берете себе все это на заметку? Да, мы хотим, и мы предлагали уже Сахафильм, и работаем с ними о том, чтобы якутское кино много продавалось пока в республике, вот то, что сказали, да, надо выходить на Дальневосточный, на Российский, очень хорошо показывать, и мы должны, как мост, должны тоже продавать билеты, и чтобы люди могли бы увидеть наше кино не только в республике, но и в ближайших наших регионах. Но ведь есть фильмы, которые бывали, да, в центральной России. Это и работа «Не храните меня без Ивана», и фильм «Айта». Как вы были задействованы? Нет, на тот момент тогда нет, но сейчас очень и с Кариной фильмом хорошо работаем. Дальше есть еще «Остерхи». Будем со всеми режиссерами отрабатывать, работать и продвигать их фильмы быстрее, чтобы продавалось. Вот в этом плане будем интенсивно работать. И на кинорынке вы тоже были задействованы, да, который был не так давно? Вот как там все прошло? Ну, хорошо. Больше таких моментов нет. Впечатления хорошие, фильмов много. Дальше будем сотрудничать и уже в рамках всем предлагаю, всем режиссерам приходите к нам. Мы поможем вам продвижению, начальному, а потом уже продажу. Вот, чтобы люди быстрее узнали про фильм, потому что многие не узнают про Карину. Это какой-то узкий, там может быть, круг, а надо, чтобы все пошли и все сходили и посмотрели. Потому что фильм замечательный, я посмотрел его отчасти. И также хотел бы сказать, чтобы люди ходили в кино. Это не только про деньги, но и про внутреннее состояние души. Ну, тут я с вами не соглашусь, что фильм Карина об этой истории знает мало кто. Это же ведь... Ну да, это всероссийский, международный, но молодежь-то подрастает, и все равно 14-летний, наверное, мало кто знает. Но надо, чтобы все сходили и узнали точно. Благо, что фильм был основан на реальных событиях, и мы точно знаем, что у фильма будет счастливый финал. О вдохновении и планах на ближайшее будущее участников креативного кластера мы поговорим чуть позднее. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Сегодня мы говорим о креативной экономике, хотя мы уже дали ей понятие «творческая экономика». Ростислав, до ухода на рекламу хотел вас спросить, спрошу сейчас. У вас есть значок? Это из новой коллекции? Да, ну это первая наша коллекция значков. Трептих. Да, трептих. Мы очень давно мечтали об этом. Я когда говорил, что мы решаем задачу, мы сами эту задачу себе перед собой поставили, чтобы у нас что-то было. Потому что становится тесно в рамках просто работы. Поэтому мы сделали значки. Это родная земля. Это для тех, кто куда-то уезжает, и у них был кусочек своей родины, образ, так сказать. И в значки представлены чорон, лошадь и птица. А вот мне известно, что вы периодически ездите на графические экспедиции. Об этом даже на пикаву пишут. И вот для чего вы это делаете? Вы ищете вдохновение там? Это же ретрит. Такое есть модное слово, знаете, ретрит. Когда ты засиделся и хочется что-то новое узнать. И мы хотели узнать нашу родину получше. Ну, можно сказать, до того, как я начал путешествовать, я не был там особо даже сильным патриотом. А теперь я настолько был патриотом, что я вот недавно вернулся с СВО, где я проходил службу. Да, мы идти поездим и очень много узнаем. Ты не можешь, сидя на диванчике и скролляя интернет, как-то свою родину узнать. А когда ты ездишь, ты, конечно, твои ценности пересмысляешь полностью все. То есть встречаешь людей, таких, которых ты навряд ли где-то встретишь. Дорога, дорога тебя проверяет твой характер. И все мои ребята, это прям бойцы, они все были прям... Мы были... Вот это вот корпоративное, так сказать, билдинг, да, тимбилдинг, только это, ну, не сравнить, наверное, с теми, что происходит в корпорациях, мы реально там выживали где-то местами. Вот, а мы хотим в этом году осенью поехать еще раз. Тоже в стрип и тоже посмотреть. Мы хотим поездить везде в Якутию, где можно доехать на машине. Практически уже везде поездили, и вот осталось одно направление, которое мы хотим преодолеть. О нем пока говорить не будете. Ну, сейчас я скажу, а потом мы не поедем. Скажут, вот, сказал, потом не поехал. Вот мы соберемся, когда так, да, да. Когда будет точно, тогда скажем. Да, тут много работы еще надо успеть сделать до этого, да, вот. Хотим где-то в сентябре поехать. Вы говорите, что такие путешествия устраивают проверку на характер, на стойкость. А вообще нужен ли прыжок веры, когда начинаешь свое дело? Прыжок веры? Да, я читал этот вопрос, он меня смутил, я не понял, что он означает. Ну, это как помните у Индианы Джонс. Типа не знаю, что произойдет, но давайте. На самом деле, такой подход сейчас, он мало где, наверное, встречается, потому что везде есть место анализу, везде есть место тому, ну, перед тем, как зайти, надо понимать, что даст ли вот этот вот толчок какой-то результат и так далее, заранее предугадать. Если ты заранее предугадаешь, и первые реакции окажутся теми, которые ты ожидал, или наоборот, не окажутся теми, ты адекватно этому даешь контрмера и улучшаешь результат. Вот только так. Тут же есть такой момент, если это бизнес же такой, типа, если ты мало рисков, то это будет малая маржинальность, да? Если это много рисков, то это, возможно, будет высокая маржинальность. То есть, если ты не рискуешь, то ты не зарабатываешь. Если ты рискуешь, то ты, возможно, заработаешь, а, может, нет. Ну, то есть, это касается не только там бизнеса и денег, а вообще в целом жизни. Ты можешь тихонечко вот так вот аккуратненько идти и так же мало немножечко получить. А если ты хочешь что-то сделать побольше, ну, напрягись посильнее. Ну, а если начинать свое дело, нужна здесь сильная идея или толстый кошелек? Да, идеи достаточно в нашей стране, слава богу, пока. Даже вот, вы говорили про фильмы, да? У нас многие фильмы, они, да, на голом энтузиазме, с абсолютно нулевым количеством там бюджета. Все люди снимались бесплатно. Вот хороший пример – это рядовой черен. Все актеры там все снимались бесплатно. Бюджет был 5 миллионов рублей. Это по оценкам нашей страны, это вообще смешные деньги. Даже рекламные ролики в Москве не стоят там 5 миллионов. А это целый фильм, который я там принимал участие. Больше 6-7 лет он снимался. То есть его сняли, а потом его полностью пересняли заново. И полностью пересняли с другими вообще людьми, с другими актерами. Там фактически один только был профессиональный актер Трофимов, а основные все были любители. И это фильм, который показывали по федеральным каналам. 5 миллионов рублей. И очень достойный фильм. Да, ну, даже не делая скидки, что это, типа, снято любителям за 5 миллионов рублей, это достаточно хороший показатель. А вот сейчас вот Дима пытается что-то сделать новое уже с финансами. И, кстати, помимо Натальи, нашего руководителя, нашего квартала, надо еще передать привет Оленьке Антипиной. Она тоже очень много делает для нас. И потом обидится, скажет, что ничего не сказали про него. Дора, хочется услышать и ваше мнение относительно того, как надо начинать свое дело. Хватает ли одного энтузиазма, идеи? Ну, когда я начинала, вот только энтузиазм и был. Я на свои заработанные деньги купила пластмассовые машинки и открыла ателье в 11 квадратов. А сейчас у меня 90 квадратов. Купила промышленные машинки. Потихоньку все было. А сейчас хочется как-то рвануть. Потому что время это, как говорится, очень многое решает. Сейчас хочется выйти на массу, например. У нас есть в Якутии такие, как молодежь, которые свой бренд имеют. Это не я одна, нас много, по идее. И хочется выйти на российский рынок, на международный, может быть. А вот чего не хватает, чтобы выйти на российский, а потом на международный рынок? Ну вот, мы же не производим ткани. Я, например, свои ткани заказываю онлайн. Или очень хороший есть магазин, силуэт Ани Маттерн. Я у нее покупаю, да, хорошие качественные ткани. А то, что вот вишкек там, то, сё, да, вот они возят. И мы можем только продавать здесь, потому что, ну, как мы здесь отшили, например, да. И, опять же, там, тот же Валбельс, как мы туда отшили. Это вот очень много затрат. Там больше ты вложишься, чем получишь. Вопросы логистики вообще. Логистика, да, очень сложная. Поэтому то, что вот они отшивают, да, наши бренды, да, вот якутские, они здесь продают в основном. Тот же там, Оюр, да, есть бренд такой, парень. Острог, да, вот они здесь все продают. Они и говорят, что им не надо. А мне хочется как-то выйти туда. После этого придется все переносить производство в Москву, под Москву. Да, 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 производство, то, что здесь производится, остается здесь, потому что, ну, логистика вот. Но ведь если производство перенесем в Москву, это уже перестанет быть региональным производством. Да, да, да. Продокс. Да. А нужны ли коллаборации дизайнерам, творческим студиям для того, чтобы повысить узнаваемость? Конечно. Конечно. Очень нужны. Как это проявляется? Например, мы... В квартале приходят, говорят, давайте что-нибудь замутим вместе. Это очень просто все происходит. В Якутии все очень просто происходит. В этом плане мне нравится наша республика и город, потому что у нас тут очень многие процессы, они гораздо проще делаются, решаются просто на словах. Ты кого-то знаешь, он кого-то знает, и все, у вас уже какое-то есть дело. Как по-якутики говорят, это без радио и между собой вот так. Сарафанное радио. Давайте тогда от каждого еще небольшой совет, который вы могли бы дать тем, кто вот хочет начать свое дело в творческой деятельности, в экономике, может быть. Не бояться. Это все у нас в голове. Если ты захочешь, ты добьешься. Например, то, что я вот хотела в Москву полететь, да, с показом именно на неделю моды, это у меня... Я очень долго думала, видимо, да, но я мечтала. И вот я попала. Ну, это вот я сама решила попасть и попала. Я хотел бы сказать, что вот сейчас у нас 170 тысяч пользователей. Год назад было всего 15 тысяч. И я тоже, ну, отчасти не верил, что у нас все получится. И мы думали, что, о, 30 тысяч пользователей будет, очень будет круто, да. Сейчас 170, и каждый месяц заходит 50 тысяч людей. Нужно просто верить в то, что у тебя все получится. И стараться делать каждый день по чуть-чуть, и тогда все у тебя получится в этом плане. Потому что так невозможно, если ты что-то делаешь, и что-то не получается. Так не бывает. Надо просто идти и делать. Вот, все. Я бы посоветовал всем людям, ну, и не только людям, креативным, но и обычным людям, научиться обращать внимание на близких, общаться друг с другом и поддерживать друг друга. Потому что весь мир, он основан на сообществах. И если ты всегда стремишься работать один, то у тебя, скорее всего, ничего получаться не будет. Вот, и если у тебя что-то не получается, то начни вот обращать внимание вокруг себя. Может, они какой-то себе совет дадут, какие-то слова поддержки и так далее. Ну, и потом шаг за шагом начать реализовывать какую-то идею, проект. Ну, или если у тебя нету идеи, то присоединиться к чему-то общему, большому. И начать вот менять свой мир, да, и так далее. Ростислав? Я себя не считаю ментором, поэтому что-то советуйте, конечно, я не знаю даже. Я могу сказать, что мы все смотрим там на все примеры успеха, но не смотрим на примеры неуспеха, да. Это ошибка выжившего, есть такое понятие. Не всегда получается, когда ты начинаешь, и что-то все, и ты работал, работал, ты напрягался, и не получилось. Такое бывает. Бывает не только победа, бывает и поражение. И вот характер проявляется в том, что ты, несмотря на то, что у тебя поражение бывает, ты идешь вперед, дальше делаешь что-то. Да, ты вложил очень много сил, много работал людей, кучу денег на это потратил, но при этом не получилось. Такое бывает часто. Ну, ничего страшного. Соберись, делай дальше. Делай, когда-нибудь получится. Не обязательно, что ты 100% это успех. Когда дело касается бизнеса и работы твоей, это часто будут поражения. Ну, ничего страшного. Стал, поднялся, дальше пошел. Да, чем сильнее противник, тем интереснее с ним бороться. Ну, не сказать, что трудности это противник, но что-то из этой области. Зависит от обстоятельств. Не везде прикольно бороться, когда противник сильнее, так сказать, ладно. Опять же, я считаю, что вокруг себя надо создать команду хороших единомышленников. А люди, они потянутся со временем. Если ты этого достоин, то люди потянутся. Если ты ничего не представляешь, то потягиваться, не потягиваться, сколько бы ты ни платил денег, люди потом все равно разберутся. То есть, поначалу человек-оркестр, а потом уже... Если ты можешь вести, люди придут. Если ты не можешь вести... Ну, то есть, харизма такая вещь, я так думаю, что она... Ну, а ты с ней родился, и она есть. Ты не можешь где-то так, где-то ее одолжить или там купить. Рано или поздно все будет встанет в свои места. Ну что ж, я благодарю вас за очень интересную беседу. Сегодня мы выяснили для себя самое главное. Для того, чтобы творить, надо не бояться. Надо продолжать свой путь, несмотря на возникающие трудности. Ну и, конечно, креативный кластер и квартал труда – это большой козырь в нашей республике для того, чтобы что-то творить в рамках креативной экономики. Да, еще можно упомянуть, что квартал труда – это территория, опережающая развитие. Это обязательно надо сказать. И это тоже. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19.15, расскажем, чем живет Якутия.